Сегодня хочу рассказать про свои подарочки, похвастаться подарками, которые я получила на свой день рождения. И, в общем-то, тоже на память для себя всё это оставить. Насчёт того, что у нас в принципе в семье в целом не принято дарить друг другу подарки, приурочивать их к праздникам. То есть такого нет, что вот мы купили тебе зимние сапоги, но это тебе на день рождения. Или там мы купили новые сковородки взамен горелых, но это там тебе на 8 марта. У нас вещи покупаются по возможности, по необходимости. И все хотелки наши, все желания наши покупаются, в том числе и какие-то дорогие вещи. Покупаются по возможности, не привязывая их к каким-то датам. Но, тем не менее, на этот день рождения я получила несколько очень приятных сюрпризов, о которых сейчас расскажу. Ну, первые из них я подарила себе сама. Я подарила себе пас на мастер-классы Бориса Кентера, который приезжал из Москвы в Тулу и преподавал нам тут классы сальсы парные, соло, сальсы руэду, ча-ча-ча, сон и румбу. Я ходила на ту часть, которая имеет отношение к сальсе. То есть это пластика, сальса в соло и в парах и руэду. И это было очень классно. Сейчас вот тут где-то будут кусочки, как проходили наши занятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После них, естественно, вечеринка, как это все было здорово, как все это было весело. Второй подарок, мне подарили сертификат в СПА. Это, конечно, выслало меня бурю эмоций. Мне почти 40 лет, я ни разу не была в СПА. Я ни разу не была на массаже. Ну, вру, один раз я была на массаже у остопата. Но это, наверное, как бы не то же самое, чем вот расслабляющий массаж, там, скажите, с маслами, с процедурами. Ой, это невероятно. Я когда пойду, обязательно покажу, расскажу про свои впечатления. Но я очень взволнована, потому что мне это все очень интересно. И, да, как бы, наверное, положено, но для меня это будет в первый раз. И пришла мне вот такая маленькая коробочка. Такая пока вот обычненькая, беленькая маленькая коробочка. Это подарок от мужа. Ну, подарок по моей просьбе, естественно. Я попросила, он оплатил, как это часто бывает. Это набор сэмплов нишевой парфюмерии от Сеордия Парфюм. Я очень давно следила за этой девушкой. Еще в Нельзяграмме я с ней познакомилась. Ну, с ней, с ее парфюмами. Два года я за ней следила. Потом перешла за ней в другую соцсеть и продолжала. И это, конечно, было невероятно. Конечно, на что я купилась, прежде всего. Парфюмеров много. За что зацепила меня именно эта девушка? Естественно, за цикл парфюмов, посвященных Ведьмаку. У нее вообще очень много различных парфюмов, посвященных произведениям фэнтези различным и другим каким-то сказочным, мифическим персонажем. Вот это все у нее есть. Но за Ведьмака, я уже говорила, я готова душу продать. И поэтому наборы из пяти ароматов Геральт, Йеннифер, Трис, Цири и Лютик. Это я, конечно, я купилась просто. И надо было набор из минимальной, из восьми сэмплов может состоять. Я выбрала девять, потому что один какой, я не знала, какой убрать. Давайте посмотрим, что там. Открываем коробочку. Тут такая красивая открыточка. Тут написано что-то. Счастье помогает нам создавать тот самый мир, о котором мы мечтаем. Твори свою реальность. Прекрасное пожелание. Вообще очень мощное, очень сильное, очень актуальное. Дальше вот здесь какая-то красивая дребузня. И в этой коробочке лежит еще маленькая коробочка, уже из дизайнерского картона. Вот он такой перламутровый, с золотым тиснением, такой, не знаю, сатиновый какой-то финиш у него. Я уже как-то про косметику. Очень приятно это держать в руках. Это очень красиво, это очень тактильно. Вот как театр начинается с вешалки, так продукт начинается с упаковки. Что тут, конечно, об этом говорить? Открываем. Вот тут золотые подложки. Темно-синие. Я не знаю, как это называется. Я называла это калька. Какой-то упаковочный материал. Обалденной красоты. И вот они тут. Маленькие, 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 маленькие. Вот такие вот. Здесь всего по миллилитру. По миллилитру парфюма. Но, как бы, этот парфюм, который очень стойкий, очень насыщенный. Мне, например, хватит миллилитра, я не знаю, наверное, на несколько лет. У меня еще очень странная с парфюмами дружба, которая, в принципе, особо не сложилась. Я раньше очень редко пользовалась парфюмерией. Только в последние, может быть, года два я более-менее начала как-то активно ей пользоваться. И то по праздникам, по каким-то событиям, мероприятиям. Ароматы меня душат, ароматы. Я не могу на себе что-то долго держать. Мне через час уже начинает противно. Мне хочется умыться, помыться, все это смыть, чтобы это не пахло. У меня начинает раздражение, у меня начинается вот это все. Но потом в какой-то момент, да, все прошло. Я начала потихонечку пользоваться, ну, обыкновенными парфюмами, там, из Рюкоши, из Литтуаля. Это, конечно, совсем другое парфюмерия, это другой класс, это другой, другая философия вообще. Потому что нишевая селективная парфюмерия, она не для всех. И я, конечно, очень рисковала, не вводя дружбу с обыкновенными попсовыми магазинными ароматами, заказывать себе набор селективной парфюмерии. Потому что, ну, это, это, это жестко. Ребята, это жестко. Кто знаком с нишей парфюмерии, понимает, что нет простых запахов. Они все очень сложные, очень тяжелые, очень, они раскрываются часами. То есть, это нанес, это один аромат через час, другой, через пять часов, другой на утро. Он вообще, который ты даже себе не представляешь, какие здесь ноты могут открыться, как они раскроются именно на твоем теле, на твоей коже. Это очень смелый был поступок, вот купить, попросить в подарок вот такую вещь. Но я не пожалела вообще ни разу. И еще, конечно, самое главное, как она пишет о своих ароматах. На сайте, в постах, в статьях. Это просто что-то невероятное. Сейчас я вам немножко зачитаю и расскажу, какие ноты присутствуют, какие ароматы я заказала. Вот как она описывает аромат Енифер. В флаконе густые, влажные ветки сирени, тяжелые грозди глубокого фиолетового цвета, зеленый хруст крыжовника, подчеркивающий наркотический аромат сирени. Немного фиалок, совсем капля, напоминание о фиалках в глазах Енифер и теплый мускус. Это не все описание, но если я буду зачитывать вам все, это будет очень долго. Кому интересно, кто заинтересуется. Такие вот маленькие. Но кто заинтересуется, сходите на сайт. Там это описание, оно просто волшебное. Для каждого аромата свой сюжет. Это только это уже волшебство. И уже хочется ими всеми обладать. Состав сирень, крыжовник, мускус, фиалки. Вроде простой состав, но какой он... Как он открывается? У меня вот это уже третий Енифер от разных, можно сказать, производителей. У меня был от каких-то котов питерских. У меня был ополаскиватель с ароматом сирени и крыжовника. И вот это, по сути, моя третий Енифер. Слышала я еще четвертую, твердые духи, не помню кто производитель. Там пахло вообще непонятно чем. Здесь вот эти три, они хотя бы похожи на аромат сирени и крыжовника. Но вот этот, это невероятное что-то. Это что-то невероятное, это что-то волшебное. Это... Цирилла. Я не буду уже зачитывать истории, я просто зачитаю ноты. Крапива, лесные фиалки, морская соль, листья инжира, сталь, дубовая древесина. Я в этом аромате слышу полынь. У меня вот... Как он открывается, я на себе его еще не носила. Но вот, как бы чуть-чуть его послушав, я слышу полынь. Такую горькую, терпкую, полевую, под полуденным жарким солнцем. Вот для меня этот аромат. Трис. Свежескошенная трава, клевер, ежевика, таинственные травы, дикие яблоки, земляника, шиповник, душистая сена. Очень приятный аромат, очень летний, очень яркий, очень такой вот брызгер. Очень классный. Геральт. Вообще, в нишевой парфюмерии нет разделения парфюма на женский, на мужской. Он весь считается унисексом. Но, тем не менее, Геральт, я бы сказала, что для меня это чисто мужской парфюм. Я, чувствую, не знаю, кому подарить, потому что муж у меня не пользуется никакими ароматами, он не любит. Но я думаю, что для коллекции, ну как, без Геральта это, ну, не может быть. Ведьмака без Ведьмака быть не может. Поэтому, ну, всё равно останется со мной. Пирамида, скалистый дуб, абсолют пихты, сомалийский ладан, конская грива, мускус, ветивер, колючий можжевельник, бергамот, рог и амбра. Вот так вот слушайтесь. Вот какой это шквал, какой это поток вот этих вот нот, какая-то характерность, какая-то история. Не знаю, ну, просто кружит эту голову, вот это всё, меня сводит с ума. И последний, самый новый аромат из этой линейки. Раньше их было 4, сейчас их 5. Относительно новый, ему, наверное, год уже. Ну, плюс-минус, я не знаю. Это лютик. А нот лютика нет на сайте. Но из этого можно, из описания можно предположить, что здесь лишнёвый ликёр, вино, капелька шоколада, волокющий амбра, цветочные ноты и что-то древесное. Интересный аромат тоже очень. Я не знаю, конечно, как носить их летом. Для меня все эти ароматы, это для осенне-зимнего, холодного сезона. Потому что летом, мне кажется, это очень будет душно всё носить. И ещё к минимальному набору надо было набрать 3 сэпла. Я выбрала 4, потому что, как я уже говорила, не могла я исключить из них какой-то 1. Я не знала, какой, поэтому купила 9. На самом деле, 8 – это минимальное количество, а дальше ты можешь купить их, сколько угодно, хоть все. И дальше у меня 2 аромата из коллекции по мотивам Мартина «Игра престола» в песне «Авне льда». Это мотив «Дом дракона». Иланг-ланг, кофе, миндаль, дым, жасмин, чампака, ут и мускус. Что такое чампака? Я вроде всё знаю, а вот что такое чампака, если кто-то знает, напишите. Кто-то разбирается, может быть. И второй аромат у меня из этой серии – это «Дом льва». Мускатный виноград, замша, розы, флёрдоранж, дуб, амбра, золотистый грейпфрут. Ну да, как вы видите, что все ароматы у меня я специально подбирала. Они все какие-то уютные, согревающие. То есть что-то кожа, замша, ром, ликёр, что-то такое. Это очень приятно. В поздней осени впереди вся зима, я буду всё это носить с удовольствием. И ещё два аромата у меня осталось. Следующий аромат – Фрида. И вот как его описывает автор. Фрида, танцующая в темноте. Острый звук каблуков, песня любви и ярости. Обжигающий кофе, огненные розы и магнолий в чёрных волосах. Тонкие пасти сжимают кисть, ром и табачный дым. Ускользающая красота ночи. Аромат свет, вдохновляющий, живой и страстный. Состав. Кофе робуста, красная каркума, пожитник, чёрный перец, кубинский ром, табачный дым, текила, соль, ветивер, казанлыкская роза, магнолия, ваниль и кожа. Вот так вот представьте. Я когда читала эти ноты, у меня вот аромат с моей танцевальной страсти, с моей сальсой, с моей вот этой себе кубинской яркостью, со всей этой кубинской чувственностью, страстностью. И вот мне прям казалось, что вот это вот здесь, вот всё вот в маленьком лакончике, вот. Прям вот это всё настолько моё, что не добавить, не убавить, нечего. И последний аромат из этого набора, но надеюсь, что далеко не последний, мой аромат от Сиорди. Мэйден Хэвен, сделано на небесах. Аромат вдохновлённой одноимённой песни Фредди Меркурия и ранними годами его жизни. Я особой фанаткой курии никогда не была, но я очень почитаю, очень уважаю, очень люблю. Это некая глава и в моей жизни, довольно важная, глубокая, яркая. Поэтому я не могла пройти мимо, и очень мне захотелось попробовать. Пирамида. Шоколад, кардамон, кофе, амбра, бобы тонко, табак, тропические фрукты, ваниль, апопонакс. Что такое? Апопонакс? Не знаю, наверное, тоже что-то зензибарское. Фредди, он оттуда родом. Скажите, кто знает, это что-то зензибарское, да, или я просто выдаю желаемое действительное, как-то протянула за уши это непонятное слово и решила, что это откуда-то оттуда. Ну, мне почему-то кажется, что... То, что это название должно быть, да, откуда-то из Африки. Вот такой очень интересный, чудесный подарок. Мне это даже не то, что пользоваться, это долгое время. Мне это всё изучать, тестировать, примерять на себя, чувствовать себя, возможно, в некоторых ролях. Сегодня я, там, Енифер, завтра я, там, Фредди Меркурий, ну, а почему нет? Это же не, как сказать, не про гендерные различия, я сейчас говорю, поймите меня правильно. Я сейчас говорю про какой-то образ, про душевное состояние, про какую-то характерность. Как в песне «Сегодня шут, а завтра ты король». Вот, поэтому я буду всё это мерить на себя, всё буду изучать. Это всё непросто, это всё небыстро. Вот, и ссылочку я оставлю, конечно, на сайт, может, кому-то интересно, но, к сожалению, никакого промокода я вам не могу подарить. Это не подарок, это не обзор. Ну, в смысле, это подарок, купленный на наши собственные деньги. То есть, это не реклама, там, нет, не обзор, ничего. Но всё-таки я надеюсь, что, возможно, кому-то понравится то, что я вам сейчас показала, о чём я рассказала, кто-то заинтересуется, кто-то найдёт для себя вот эту вот частичку волшебства такого некого. Поэтому сходите, почитайте, посмотрите. Наверняка что-то у вас отзовётся. Продолжение следует...